добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня вторник 19 апреля 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня хотел бы продолжить тему коррупции высших эшелонах власти сша по мотивам лэптопа хантера байдена или лэптопа из ада как его называют президент трамп соответственно настоящий момент готовится масштабная акция из швейцарии по разоблачению первой семейки но не только поскольку стало известно что будут затронут также и другие серьезные и высокопоставленные лица из членов демократической партии сша то есть эти планы которые были уже оглашены дают нам надежду надежда на то что узнав о том что происходит высших эшелонах власти американские избиратели сделают правильный выбор и 8 ноября когда они пойдут голосовать конгресс но прежде чем перейти к этой запланированной и грядущей скажем так акции по разоблачению первой семьи я хотела бы обратить ваше внимание на курьезу потому что как написала одна из американских ведущих политических газет the hill состоялась встреча между спящим джо и обамы джо ходил с ним на обед и он пытался убедить его что он джо является самым достойным кандидатом для того чтобы противостоять президенту трампу на выборах двадцать четвертом году и что он и только он может привести партию к победе потому что он настоящий политический тяжеловес он имеет колоссальный опыт я не знаю что сказал президент обама об этом газета ничего не писала они также не написали о том что сказала кентервильское приведение вы знаете что теперь на встречах со спящим джо есть не только живущие но также его избирать из того света времен гражданской войны я полагаю именно одному из таких избирателей он пытался пожать руку но на самом деле это очень удобно это очень удобно комариль и потому что исходя из этой публикации можно понять что комариль и хочет чтобы он остался на как можно более долгий срок поскольку такой обитатель белого дома весьма удобен он подписывает все документы не глядя он также удобен военно-промышленному комплексу сша как вы знаете он готов подписывать любые документы пентагона и соответственно каждый день за счет американских налогоплательщиков на украину текут вооружение 8 10 самолетов день как сказал джейк салливан советник белого дома по безопасности конечно они не долетают до украины они доходят до границы и там уже идут грузовиками но тем не менее это те масштабы в которых осуществляется эта деятельность оплачиваемые американскими налогоплательщиками поэтому можно предполагать что действительно некоторые лица в пентагоне обдумывают что неплохо бы чтобы это прекрасная ситуация задержалась как можно дольше и их вполне устраивает такой президент который здоровых со скентервильскими привидениями вопрос в том устраивает ли он американцев которые зарабатывают эти средства как говорит президент трамп тяжелым трудом и а соответственно именно поэтому так важно чтобы в швейцарии успешно прошла эта акция по разоблачению демократов потому что туда бежал от секретных служб активист которого зовут джек макси он рассказал в интервью газете daily mail я выложу ссылку на это интервью чтобы вы могли послушать действительно он очень интересно очень искренне рассказывает о том как провалились все его попытки опубликовать содержание лэптопа хантера байдена в сша то есть у него в настоящий момент 450 гигабайт информации там имейлы и там фотографии и соответственно он пытался это сделать сша совершенно безуспешно потому что он выкладывал на разные сайты прибегая к разным уловкам но это ему не помогло потому что буквально в течение 15 минут все эти документы были сняты с просмотра когда он пытался делать это через ссылки в твиттере то его просто удалили из твиттера и он понял что за ним очень плотно наблюдают секретные службы которые не служат американскому народу это следует понимать потому что это основная скажем так проблема джека макси потому что он понимает без бесцельность своей деятельности на территории сша потому что она все время блокируется именно секретными службами которые не служат американскому народу они служат защите этого совершенно коррумпированного политического класса этой коррумпированной верхушки и поэтому он бежал швейцарию поскольку он сам говорит в этом интервью о том что существует система пяти глаз так называемая это координация действий секретных служб в сша канаде великобритании австралии и новой зеландии и соответственно если он пытается что-то сделать в этих юрисдикциях по разоблачению семейки то соответственно они его сразу же блокируют то есть 15 минут это его впечатлило он называет и другие точные цифры 110 минут максимально и таким образом он решил что швейцария это единственное место где можно осуществить подобную акцию потому что он считает это наиглавнейшим для того чтобы уведомить американский народ американских избирателей что происходит демократической партии чтобы они знали за кого они голосуют и надо сказать что в сша конечно основной его проблемы является полное бездействие скажем так паралич всех институтов всех институтов которые должны бороться с коррупцией потому что это не только секретные службы о которых мы отдельно поговорим потому что это очень интересно те метаморфозы которые там произошли как вместо того чтобы служить народу они стали служить демократической партии сша и исключительно ей именно с этим были большие проблемы у президента трампа он это понял к сожалению слишком поздно и соответственно джек мекси пытался это преодолеть он отправлял эти материалы из адского лэптопа и в конгресс сша он отправлял в прессу в нью-йорк таймс вашингтон пост но это ни к чему не приводила потому что всюду стоит у меня звонкая тишина и соответственно он решил что у него нет другого выхода как пытаться найти другие юрисдикции из которых он может осуществить свои действия и он очень интересно рассказывает на мой взгляд о том как о нем заботились полностью слова его друзья до чего дошла деградация демократии в сша потому что они вынуждены были ему звонить проверять просто жив ли он то есть друзья ему звонили каждый день для того чтобы проверить снимет ли он трубку меня потому что эти опасения были весьма серьезные опасения того что его просто отправят на тот свет ему так они и говорили из-за того что он пытается разоблачить коррупционеров то есть это на самом деле ситуация совершенно абсурдная и поразительная потому что вместо того чтобы приветствовать подобные действия и начать интенсивные расследования и в рамках кстати конгресса и не только прокуратуры и публиковать это в прессе вы знаете что пресса это все купировала все эти истории которые были известны еще в президентскую кампанию 20 года пресса отказывалась это публиковать что касается высших сановников то они уверяли американский народ что это все все что в лэптопе это фальсификации что это все проделки российских спецслужб раша 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 но теперь стало известно что это не раша это действительно подлинные документы и соответственно настоящий момент джек макси ожидает соответствующего эффекта он говорит о том что это произойдет как можно скорее то есть они серьезно работают над тем чтобы сделать эти документы доступными и недоступными для того чтобы их убрать посмотрим как у него это получится я надеюсь что его акция увенчается успехом потому что как я сказала она чрезвычайно важна в этот год выборов конгресс потому что в конце концов широкие скажем так круги избирателей должны знать кого они выбирают чем занимается эта семья что там за модель отношений когда сын не торгует влиянием папы сын и брат и потом они материально папе помогают папе и брату папочки ремонтировать его дома оплачивают счета и так далее и тому подобное я думаю что американцы должны об этом знают ну конечно если те которые знают это все равно будут выбирать демократов по другим причинам и тогда соединенные штаты рискуют имеется опять с президента который будет пожимать руку своим избирателям с того света но я надеюсь лично что этого не произойдет дорогие друзья что думаете по этому поводу вы что думаете вы по поводу этих выборов 8 ноября каковы ваши прогнозы я читать ваши комментарии я благодарю всех кто принимает участие в дискуссии всех кто ставит лайк я знаю что они исчезают они продолжают исчезать пожалуйста проверяйте вашу подписку она имеет обыкновение также исчезать и особенно тогда когда я публикую материалы про святое семейство в кавычках меня резко падает количество просмотров я думаю что это чьи-то проделки особенно прослушав рассказ чека мэкси я подумала что здесь что-то не так что думаете вы пишите мне мне это даже интересно потому что другие материалы имеют другое количество просмотров неужели моим подписчикам это так не интересно знать какие разоблачения грядут и я хотела конечно благодарить всех тех кто принимает участие полемики и всех тех кто делает донаты моему каналу на развитие спасибо вам всем я жду ваших реакций